Всем привет! Сегодня я продолжаю обучать искусственный интеллект, который мы начали делать в прошлом видео, где мы научили ползать вот таких вот гусениц. Но когда я попробовал дать им более сложные задачи, например, не пройти как можно дальше вперёд, а прыгнуть вверх. Хотя непонятно, почему это более сложное, вроде бы примерно то же самое, либо идти вперёд, либо вверх. Но вверх нужно прыгнуть, и с этим у них возникали большие проблемы. Они начинали как-то приподниматься, и всё, на этом их эволюция заканчивалась. Они просто не могли прыгнуть. То есть нам нужно найти какой-то более хороший способ обучения, чтобы они могли научиться каким-то более сложным вещам. Например, прыгать. Потому что это почему-то для них оказалось очень сложным. Если где угодно прочитать про генетический алгоритм, везде пишут, что в нём обязательно присутствует скрещивание. И в прошлый раз я не делал скрещивание, ну потому что как-то, не знаю, лень было. И сейчас я его хочу добавить. Но я не знаю, действительно ли оно даст большой прирост в скорости обучения и вообще возможности обучаться. В результате, чтобы проверить, насколько эффективно скрещивание, я оставил много эволюций на ночь, сколько успеет за ночь проэволюционировать, по 500 поколений в каждой популяции. И собрал статистику, и я построил графики, и вот тут, в общем-то, получилась такая каша, мало что понятно. А если, кстати, усреднить все эти графики, то получается довольно такой ровный график. Видно, как он идёт вверх. Но из этого можно видеть, что некоторые популяции вообще остаются внизу, то есть они никак не могут проэволюционировать. То есть у них значения остаются низкими, то есть они не могут пройти далеко, в то время как некоторые сразу поднимаются вверх. И те, которые внизу, они как-то не могут подняться вверх, они там и навсегда остаются. И всё дело в том, что генетический алгоритм, это, как говорят в математике, метод поиска локального минимума. Допустим, мы пытаемся обучить вот этих существ ходить. Для того, чтобы они ходили, им нужно совершать некоторые движения. Даже, скажем так, им нужно совершать максимально эффективные движения для того, чтобы эффективно ходить. То есть им нужно потратить минимальное количество времени на то, чтобы передвинуться вперёд. И мы ищем именно этот минимум на графике. То есть у нас есть множество параметров, по которым мы ищем. В данном случае это нейросеть наших существ и все веса в этой нейросети. И мы пытаемся найти самые оптимальные параметры. Обычно это изображают в виде такого графика, где есть некоторые минимумы. И мы пытаемся попасть в самый большой минимум, то есть в глобальный минимум. Но вместо этого мы постоянно попадаем в локальные минимумы. И нужно как-то этого избежать. Получается, что когда мы попадаем в локальный минимум, мы не всегда можем из него выбраться. Потому что величина мутации не позволяет перепрыгнуть вот эту вот границу. И существа остаются в рамках вот этого вот локального минимума. Из-за этого некоторые популяции остаются очень низко, потому что они уже попали в некоторое вроде бы эффективное состояние. И не могут из него выбраться, потому что вокруг все состояния менее эффективные. И чтобы им выбраться, им нужно перепрыгнуть через вот это вот менее эффективное состояние, чтобы попасть в более эффективное состояние. Для этого я добавил скрещивание, в общем-то это просто создание нейросети из двух других нейросетей, где мы с 50% шансом выбираем либо значение одной, либо другой. То есть мы берем просто половину случайных характеристик одной нейросети, половину случайных характеристик другой нейросети и соединяем это в новую нейросеть. И запускаем нашу популяцию, я им дал достаточно мало времени на каждое поколение, вот уже пошло второе поколение, и они должны как-то все двигаться дальше и дальше и дальше. Сейчас у них задача все та же, как и раньше, это двигаться вперед. Но раньше, даже без скрещивания, у них в самом начале, на первых же поколениях был заметен некоторый прогресс. Сейчас его тяжело заметить, кажется, что многие из них как-то вообще больше назад ползут, чем вперед. Но посмотрим, что будет потом, потому что сейчас выглядит как будто лучше не стало, не знаю, они слишком случайно выглядят. То есть раньше они все как-то сразу же унаследовались от одного какого-то удачного существа, и у них у всех становилось одно поведение. Сейчас у них поведение очень разное, из-за этого тяжело определить, насколько хорошо вообще продвигается популяция. И вот прошло 500 поколений, и они двигаются очень даже хорошо. Они явно приспособились к короткому времени на каждое поколение, и за счет этого они пытаются постоянно прыгать. Если посмотреть на график, он довольно быстро идет вверх, и получаются очень высокие значения, в районе 90, что очень много. Попробуем проэволюционировать еще. Вот я проэволюционировал 4 популяции, все по 500 поколений, и можно видеть, что графики очень похожие. И значения очень быстро растут, примерно до 80-го поколения, потом идут постепенно вверх. Вот если найти среднее между всеми этими графиками, то примерно видно, как оно растет, и среднее значение получается где-то в районе 90. И если это сравнить с предыдущим графиком среднего без скрещивания, то вот как он низко растет. То есть разница просто огромная. Итого можно видеть, что скрещивание дает действительно очень высокий перерост, и теперь можно попробовать дать этим существам более сложную задачу. Например, прыгнуть вверх. Прыгать они научились, и теперь я бы хотел, чтобы они научились ходить как-нибудь более сложно. Дело в том, что вот этот вот червь, его форма, она вся состоит из, можно сказать, таких суставов, и каждый сустав, он двигается как бы вот только в одну сторону. И мы не можем его двигать еще по какой-то другой оси, он только вот так может двигаться. И получается, что когда он, например, переворачивается на бок, он не может больше двигаться. То есть он просто, ему нечего оттолкнуться. И также он не может поворачивать. Ну то есть как-то может, но только за счет того, что он иногда как-то падает. И у него нет нормального способа развернуться. И для этого я решил создать других существ. Сделаем более плоскую голову, пусть она будет большая, и пусть она будет на ногах. Так, эта нога неудачна. Вот, эта нога правильна, но это одна для теста. Добавляем еще ноги. И вот у нас получилось вещество, но кажется, у него слишком короткие ноги, чтобы ему как-то двигаться. Вот, вот теперь оно как-то более свободно движется, и, наверное, оно может уже нормально ходить. У него особенность в том, что один из суставов в ноге у него может разворачиваться в разные стороны. И за счет этого, возможно, он может поворачиваться. И вот он у меня немного научился ходить. Получился такой вот стол. Я вообще думал, это какой-нибудь краб или паук, но это больше похоже на стол. И вот так вот он научился ходить. Он как-то катится боком, что не совсем так, как я рассчитывал. И на всякий случай можно сравнить такие короткие эволюции со скрещиванием синее и без скрещивания красные. Можно видеть, что, опять же, со скрещиванием они эволюционируют гораздо быстрее. Но раз уж эти столы у нас ходить научились, то давайте научим их что-то искать. Вот я создал им некоторую еду, которую они должны будут собирать. И также они будут чувствовать, с какой стороны находится еда. У них будут три значения. Если еда находится больше справа или слева, они будут получать единицу или минус единицу, или что-то посередине, если, например, еда там спереди или сверху. Ну и точно так же там спереди-сзади второе значение и третье значение сверху-снизу. То есть они будут получать значения, где вокруг них будет эта еда. То есть у них три значения от минус единицы до единицы. И выделяем под это три нейрона, то есть они теперь станут умнее, у них будут еще три нейронов, которые они будут получать из-за значений, соответственно у них будет еще больше связей и нейросеть будет больше. Ну и ставим их искать эту еду, пока они еще не умеют это делать. И вот прошло около тысячи поколений, они научились искать еду, я почему-то думал, что они будут двигаться разными сторонами, но они почему-то выбрали некоторый перед и пытаются именно передом идти к еде и разворачиваются, если они повернуты другой стороной, причем я думал, что если уж они выберут перед, то это будет более узкая сторона, но они выбрали широкую. Вот график их эволюции синий, я раньше всегда показывал лучшее существо в каждом поколении, сейчас я еще добавил среднее значение по всей популяции, вот оно тут красное, и можно видеть, что оно в общем-то примерно повторяет эти значения, но еще видно, что оно иногда идет вверх, потом еще идет вниз, так как это все-таки случайный алгоритм, и иногда бывает так, что график эволюции может идти вниз. В этой нейросети, которую они используют, я ограничил значения минус единицей и единицей, потому что, не знаю почему, просто так посчитал, что им это подойдет, я потому что не знаю, как это должно быть. Но я посмотрел, как это должно быть, и многие ограничивают значения, например, нулем и единицей, и говорят, что в таких случаях нейросеть может быстрее сходиться. Хотя, с другой стороны, это все обычно используется с методом обратного распространения ошибки, а у нас тут вообще случайный перебор, поэтому все может быть немножко по-другому. Поэтому я собрал некоторую контрольную выборку, вот много популяций, и вот средний график, он такой довольно ровный, поэтому можно с ним сравнить. И теперь каждый нейрон, после того, как он суммирует значения, которые в него пришли, ограничивает эти значения уже не минус единицей и единицей, а нулем и единицей. Этот способ называется Relu, он повсюду используется в нейросетях. Вот я его добавил, он красный, и лучше не стало, может быть, стало даже хуже, но это можно списать на погрешность. Но если так лучше не стало, то попробую другой способ, буду после суммирования применять к этому значению гиперболический тангенс. Вот этот вот танг, или как он там читается, википедия говорит, что это читается как танч, ну ладно. В общем, гиперболический тангенс. И мы его применяем, и лучше опять не стало, теперь вообще примерно так же, хотя может быть чуть-чуть лучше, но опять же можно списать на погрешность. Этот краб, которого я добавил сегодня, хоть он и может поворачивать, но ходит он гораздо хуже, чем ходил червь еще из первого видео. Он мог передвигаться гораздо быстрее. И это говорит о том, что форма этих существ неоптимальна. То есть одно не может, допустим, поворачивать, другое не может быстро двигаться. И чтобы сделать форму лучше, я решил использовать генетический алгоритм для отбора сегментов, которые мы будем использовать для этих существ. То есть теперь не только их поведение, но и их форма будет эволюционировать. Но каждый раз, когда я запускал такие эволюции, существа приходили к форме червяка, состоящего всего лишь из трех или четырех сегментов. И это не очень эффектно. Мне это не нравится, и это, наверное, даже не самая оптимальная форма. Просто они опять уткнулись в некоторый предел, который они не могут перепрыгнуть. Есть пара идей, как это можно решить. Например, сейчас я существо собираю просто из сегментов. То есть я их либо добавляю мутации, либо убираю. Вместо этого можно им добавлять уже готовые конечности. И эти конечности будут эволюционировать вместе с ними. Только при этом они могут присутствовать в существе, а могут даже не присутствовать. Но все равно они будут как бы храниться в памяти. На этом все в следующий раз, а пока... пока.